Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить обновление данных в Google таблице на основании новых строк из другой таблицы. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. Далее необходимо выбрать действия. Загрузить строки новые. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать файл и лист, откуда мы будем брать данные для обновления. Если у вас в таблице находится, например, 1000 строк, и вы хотите начать загрузку с последней из них, вам необходимо указать в этом поле цифру 999. У меня в таблице находится одна строка, поэтому я оставлю единицу. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые находятся в вашей таблице. У меня в таблице в колонке А находится номер телефона, по которому я буду производить поиск. В колонке Б у меня находится электронная почта, которую я хочу добавить в таблицу, поскольку ее сейчас там нет. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Google таблиц успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных мы также выбираем Google Sheets. В качестве действия указываем «Обновить строчку». Если вы хотите производить обновление в таблице, которая закреплена за другим аккаунтом, вам необходимо его подключить и выбрать в указанном списке. Я же буду производить обновление таблицы, которая также закреплена за подключенным аккаунтом. Далее необходимо указать файл и лист таблицы, на которой я буду производить поиск и обновление. Далее необходимо указать колонку для поиска. В таблице источника данных у меня находится телефон в колонке «А», а в таблице приема, в которой я буду производить обновление, этот телефон находится у меня в колонке «Е», поэтому в настройках я указываю ее. В поле «Что искать» я должен указать колонку «А» из источника данных, в которой у меня находится номер телефона. Далее необходимо указать тип поиска, на случай, если в результате поиска будет найдена более чем одна строка. Далее необходимо указать, в какую колонку таблицы и какие данные я хочу добавлять при обновлении. Я хочу, чтобы в колонку «F» переносился email, который находится в другой таблице в колонке «B», поэтому в настройках полей в Apex Drive я назначаю в колонку «F» переменную из источника данных, в которой у меня находится email. После того, как все настройки произведены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите результат настроек. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». После успешной отправки переходим в таблицу и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...